Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодня мы разбираемся, какие сорта выбрать для посева в начале февраля, а какие оставить на конец февраля. Я вот рассказала, что такие скороспелые, как белый налив, там медаль уже рассказывала, я оставила на 20 февраля, потому что у них очень короткий срок. У них небольшой вот этот плодик, 70-80 грамм, их можно посеять немного попозже, а урожай они сформируют в одно время с другими. Ну вот из тех, которые я выбрала для раннего посева, именно 6 февраля, в начале февраля, я рассказала уже про хазбулат и сказала, почему я выбрала его. И такой же перец щеголь. Обычно я выбираю для начала февраля сорта, ну как с длительным сроком вегетации, которые позже созревают. Но вот эти вот сорта, на них написано раннеспелый сорт, но я все равно их выбрала, потому что они позволяют это сделать. Вот смотрите, написано, растение компактное, высотой до 50 сантиметров. Это значит, что рассада не перерастет, ее можно будет подольше подержать в рассаде и высадить уже в более взрослом состоянии. Плоды бочкообразные, желтые, в технической спелости, светло-зеленые, толщина стенок 8 миллиметров, масса плода достигает 170-200 грамм. Ценность сорта, сочетание высокой урожайности, прекрасных вкусовых и товарных качеств рекомендуется для употребления, но это все как обычно, посев на рассаду за 70 дней, на 1 квадратный метр 5-6 растений. Все. Почему он у меня попал в первую очередь? Из-за того, что он низкого роста, высота небольшая, из-за того, что у него большой плод. Плод 200 граммов, это значит, что для того, чтобы он успел сформировать вот эти огромные мясистые плоды, 8 миллиметров толщина стенки, 8 по-моему, да, чтобы он сформировал, чтобы они еще успели вызреть, именно не техническая спелость мне нужна, а биологическая, чтобы они были ярко-желтые. Для этого ему понадобится времени, конечно, немножко больше, чем вот этим скороспелкам, у которых маленький плод 70-80 грамм. Поэтому мы их пускаем без очереди, хоть они и не позднеспелые, и не с большим вегетационным периодом, но если ты небольшого роста, если у тебя большой плод, значит, можно сделать посев пораньше. Из-за того, что у него небольшая высота, рассада не будет перерастать, она будет такая компактная, крепенькая, и я высажу его в те же сроки вместе с другими, но он будет уже чуть-чуть повзрослее, чем скороспелки, потому что ему нужно будет много времени для формирования и созревания вот таких плодов, огромных и мясистых. До свидания, с вами была Ольга Чернова, и мое краткое описание сорта Щеголь, и мое объяснение, почему я вот этот ранний сорт в виде исключения сажу не после всех, а пускаю без очереди. Все, до свидания, желаю всем вам хороших, удачных посевов. Я сегодня уже говорила в одном из видео, что в феврале только 15-е, 16-е, 17-е число неблагоприятные, а до этого и после этого можно заниматься посевами тем, кто не соблюдает лунный календарь. Я вот его не придерживаюсь, я только в полнолуние, новолуние не сею, поэтому часть перцев я буду сеять 6-го февраля, а вторую часть 20-го. Вот сегодня я как раз разделяю, кто пойдет в первую очередь, а кто во вторую. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok